Да, добрый день. Ну, хочу рассказать, во-первых, свидетельство такое больше назидания, вдохновения. Ну, и действительно, да, у меня есть такое убеждение, это когда мы начали изучать все послания к разным церквям, и там было такое, что даром получили, даром и давайте. Даром получили, даром служите. Никакое не должно за сердцем стоять корысть. И действительно, еще раз небольшую рекламу, что да, действительно, семинар, который был семейный, он многие ключевые моменты дополняет в семье. Он много лишнее убирает и новое насаждает. И рекомендую уже записываться в сердцах. Мы не знаем, когда будет следующий семинар, но верим, что он будет. И записаться в сердцах, что мы уже будем, неважно вы, один человек, два человека, хорошие отношения, плохие, долговые, или там чуть-чуть столько женаты или знакомы, все равно это очень полезно. Вот представьте картину, вот мы наполнились, я понимаю, последний день у нас ужин при свечах, общение, заключительный семинар. И я в обед понимаю, что со мной что-то уже не то становится, у меня напухает глаз. За 30 лет у меня такого никогда не было. Но я понимаю, что когда приходит что-то от Бога, то враг пытается что-то похитить. Есть же слово, никто не может украсть радость в Иисусе Христе. Проходит понедельник, ну это день сурка был, понедельник, вторник, среда. Ты встаешь, и самое лучшее для тебя положение, это Оля говорит, ну как ты? Я говорю, знаешь, лучше лечь и закрыть глаза. Потому что усталость, расконцентрированность, ты не можешь ничего делать. И тут Оля говорит, знаешь, я договорилась, что мы в четверг едем на пикник, надо послужить как бы, чтобы время провести. Я говорю, ну как получится? В четверг просыпаешься, то же самое. Но ты принимаешь, что если уже обещал, то ты берешь и едешь. Служишь. И самое интересное, что, ну приехали, все хорошо. В последний момент иду какие-то вещи забирать, и тут были такие моменты, что вот, когда усталость приходит, тебя почему-то отключают. И все знают место, где мы обычно ездим, да, общаемся, и церковь, и общаемся, и лагерь. И тут на последних шагах с горки меня выключает, и я просто падаю. Я понимаю внутри, что мне главное сесть на попу и расслабиться. Ну, понимаю, что что-то произошло, встаю, беру вещи и пошел. Ребята говорят, ты типа нормально? Я говорю, ну нормально. Потом смотрят, да у тебя кровь там, у тебя кровь там. Я говорю, ну ничего страшного. Типа, иди сходи в машину, там промой, может перекись есть. Ну пошел. Прихожу к машине, смотрю, что-то на машине не хватает. Оказывается, кто-то снял одну деталь. Я думаю, ну, это этим меня уже не приведешь. Уже такие случаи были, и радости все равно не украдешь. Ладно, пришел обратно, ребята пошли на море. И ты тут стоишь, вот Люда пела, цепи разобьем. Там, стоишь, природа, хорошо, музыка живая, да, все стрекочет. И стоишь только в молитве и думаешь, что же за фигня такая происходит внутри. Вот ты поднимаешься внутри и поднимаешь, ну так не должно быть. И в молитве просто принимаешь исцеление. Ты веришь, что Христос, ты обратно тот же завет, который тебе Христос дал, ты его обновляешь. Неважно, в каких трудностях находишься. И приходит Валерий и говорит, слушай, мне на солнце много нельзя, ну вот иди, покупайся, а я тут побуду. Ну, я думаю, у меня тут кровь там, там, руки как бы, ну, не особо хочется в море там. Понимаешь, что микробы может быть, мысли какие-то. И потом стоишь, думаешь опять. Ну, говоришь нет, а потом смиряешься и думаешь, слушай, ну Иисус же крестился в воде, мне-то что? Думаю, ну соленая вода полезна будет. Залазишь в воду, с водой это никакой боли от того, что, ну, обычно прикасается, да, когда травмы прикасаешься, боль такая горит, все, ничего не горит. Конечно, вечер был, да, хороший вечер в общении, какие-то вещи для себя поняли, послужили именно откровениями. И я уехал с таким, как вам сказать, верой и понимаю, что мой глаз, он как бы опухший, но то состояние, которое было внутри, оно уходит. То есть я понимаю, что приходит исцеление. На следующий день лучше, в пятницу вообще ничего нет. А в момент вот этих вот дней Оля еще спрашивает, такая, ну а что у тебя может быть? Я говорю, знаешь, я зашел в интернет, почитал, лучше говорить не хочу. Я знаю, что будет хорошо все. И к чему я это говорю? Когда нам плохо, надо идти и служить. Когда нам очень плохо, надо бежать служить. Чем можем, тем и служите. Как вы знаете, через пару часов благословение вылетает сюда, из Южной Кореи. Бежит благословение, Божие благословение. И наша задача, чем можем послужить, принять, то можем. Остальное сделает Бог. И призываю, если у вас есть какие-то трудности, доверьтесь Богу. Делайте Его дело, а Бог сделает ваше дело. АПЛОДИСМЕНТЫ